Год в России и полгода назад в Рязани появился общественный проект «Лев против». В нашем городе уже многие узнали о новом движении. Канал рязанского льва на ютюбе уже собирает тысячи просмотров. Активисты подходят к горожанам, распивающим спиртное и курящим в общественных местах, и просят прекратить действие, ссылаясь на закон. Однако в случае, если человек не соглашается, участники движения предпринимают особые меры. Три предупреждения есть. Мы подходим, говорим, вы курите в общественном месте. Если вы сейчас не потушите сигарету, мы будем вынуждены просто потушить ее пульверизатором. Так идет три предупреждения. Если после третьего предупреждения он не затушит сигарету, мы будем применять пульверизаторы. Представитель проекта Михаил Бахишев утверждает, что активисты не используют крайних мер, кроме пульверизаторов, и действуют по системе «Прось». По их словам, они вежливо просят, а не требуют прекратить курение или распивать алкоголь. Однако на видео на ютюб мы видим, как активисты попытались выхватить у мужчин пиво, который они пили в общественном месте. Это кадры рейда 13 мая в ЦПК ИО. Конфликт закончился дракой и вызовом полиции. Содержимое бутылок активисты выливают, но мы не знаем, с разрешением ли владельца. Если без, то в этом случае уже действия активистов можно назвать неправомерными. Самоуправство оговорено в двух нормативно-правовых актах. Ситуация с новой организацией в городе оказалась неоднозначной, и большинство комментариев горожан пока отрицательные. Большинство людей курят, пьют. Это для них сейчас нормой стало то, что алкоголь, употребление. Но это для всех норма, и они не хотят, чтобы у них тоже отнимали. Закон надо соблюдать, чтобы все пили в дома у себя, в барах. Специальные бары для этого есть, чтобы пить. Зачем в парк приходить, где гуляют дети? Парк, тем более, называется Центральный парк культуры и отдыха. Алкоголь же, курение – это не культурно. Пообщавшись с активистами, мы удостоверились в благих намерениях молодых ребят. Однако уже сейчас ясно, что их так называемые особенные меры ни к чему хорошему не приведут. Конфликты с горожанами были не единожды. Лучше всего в данной ситуации будет согласовывать свои действия и проводить рейды с управлением охраны общественного порядка. Тем более, что сотрудники управления благожелательно относятся к таким инициативам. Ранее в Рязани действовала схожая по направлению организация «Трезвые дворы». Возможные новые активисты станут на страже порядка. Они будут его сами же нарушать.